Добрый день, уважаемые зрители! Поводом для сегодняшней передачи послужил всплеск однообразных опасных ситуаций, которые возникают у руководителей бизнеса и пагубно сказываются на работе их предприятия. Первая ситуация, выражаясь языком коммерсантов, это увод бизнеса на фирмы-паразиты. Это касается зачастую фирм, оказывающих услуги людям или компаниям по перевозке товаров, грузов. Но также это касается любого направления предпринимательской деятельности. То есть генеральный директор и менеджеры высшего звена, коммерческий директор, заместитель, главный бухгалтер, хорошо зная специфику работы предприятия, тайно от учредителя, хозяина компании, создают свою компанию, дублер. Ее еще называют паразит. Дальше схема банальная. Вступают в сговор с клиентами основной компании, донора. Донора, потому что из нее высасываются энергетические силы, коммерческие соки. Параллельно насыщается компания-паразит клиентурой, клиентской базой компании-донора. Клиенты уводятся. То есть неожиданно расторгаются контракты с фирмой-донором, все переходят в эту фирму. Преступники копируют клиентскую базу на флеш-носители с этой компанией. Как правило, коммерческие договора о тайне не заключаются, хотя они, разумеется, дисциплинируют сотрудников компании, угрожая ответственностью справедливой и законной. Бухгалтерия чистится, уничтожаются бумаги, организуется пожар, хищение и тому подобное. После этого увольняются под различным предлогом вот эти менеджеры. Они переходят работать в новую фирму, уже свою собственную фирму, фирму-паразит. А хозяин старой фирмы, фирмы-донором, остается со своим умирающим предприятием. Помните, доверять трудовому коллективу надо. Но если доверие перейдет вот эту невидимую границу, и вы переложите управление своим бизнесом на ваших менеджеров, перестав контролировать свое предприятие, случится переворот, так называемая оранжевая революция. Иначе говоря, сначала менеджеры, освоившись на работе, начнут подворовывать, подщипывать, потом почувствуют себя фактическими хозяевами вашей фирмы, а потом станут и юридическими хозяевами. Поговорка «доверяй, но проверяй». Если такая проблема возникла, то для ее решения вам нужны профильные адвокаты. Это адвокат уголовный, потому что в действиях менеджеров высшего звена могут содержаться такие составы преступления, как злоупотребление, мошенничество, уклонение от налогов, ну и так далее по уголовному кодексу. Требуются адвокаты, разбирающиеся в договорном праве, чтобы оспорить сделки, которые заключались уже фирмой-паразитом. Требуется адвокат налоговый. Необходимо привлечь аудиторов, которые проверят сделки за последние годы. Ну, соответственно, если есть возможность, привлеките информаторов о фирме-паразите, которые будут сообщать информацию вам. Вторая ситуация – это рейдерский захват. Такой захват не редкость. Он готовится заранее, тщательно планируется через кротов. Кроты – это недовольные соучредители, акционеры, подкупленные директора. Не обязательно генеральный директор. Это могут быть коммерческий директор, финансовый директор, заместитель генерального директора, главный бухгалтер и так далее. Для этого рейдеры подключают опытных корпоративных юристов. Заранее изучаются учредительные документы фирмы-мишени на предмет слабых сторон устава. Происходит сговор с реестродержателем акции, если это акционерная компания. Заключаются сомнительные сделки. Меняется по поддельным протоколам общего собрания генеральный директор. В обусловленный день происходит захват административного помещения, здания. Ставится свое охранное агентство. В ходе службы безопасности присваивается вся документация, включая бухгалтерская. Таким образом революция состоялась. После этого зачастую заключаются спешно сделки купли-продажи с активами, чтобы предприятие оголить, обнулить. В такой ситуации также требуется быстрое противодействие захватчикам. То есть комплекс реанимационных мер, чтобы отбить эту опасную атаку. У рейдеров всегда есть связи с полицией того района, где дислоцируется предприятие или база. Для чего это требуется? На предмет отлавливания, это сленговый термин, заявлений, потерпевших на предмет возбуждения уголовного дела, чтобы отказать в этом возбуждении. Раньше рейдерские захваты были жесткие. Сопровождались, как правило, физической ликвидацией учреждителей, акционеров, которые неожиданно для всех пропадали без вести. Для устрашения и большей сговорчивости других акционеров, парализации их воли, присылали порой курьерам на моей практике отрубленные руки, кисти рук, пальцы их убитого друга, акционера, или траурные венки, завернутые в праздничную упаковку, или могильные таблички, чтобы человек был более сговорчив. Тем не менее, при такой ситуации необходимо не бояться, а грамотно выстраивать линию контратаки. Как и в первом случае, так же привлекать сразу несколько профильных адвокатов. Один юрист, зачастую первопопавшийся, знакомый, не может контролировать и решать все проблемы, которые возникают в такой ситуации на предприятии. Нужен комплексный подход. К тому же одного юриста, адвоката можно просто-напросто нейтрализовать, запугав. Третья ситуация – это несправедливый раздел бизнеса между супругами, партнерами, учртителями, инвесторами. Особенно, когда делится имущественный комплекс, производственные базы, это становится актуальным. Зачастую предприятия записаны на физических лиц, партнеров или супругов. Иногда верные партнеры, друзья, становятся в результате этого злейшими врагами, а любящие супруги – корыстными злодеями. В таких случаях начинается, как правило, раздел имущества. Каждый норовит получить или все себе, или лучшие объекты недвижимости отхватить именно себе. О справедливости, морали, чести речи не идет. Здесь принцип у иезуитов – цель оправдывает средства. Интерес представляет не только количество полученного, но и качество его. Если это недвижимость, то здесь имеет цену коммерческая площадь, ее коммерческая составляющая. То есть, сторона света, этажность, техническое состояние, шаговая доступность от проезжей части дороги. Споры переходят порой в судебную плоскость, и от грамотной защиты зависит, какие именно объекты вам достанутся, с чем вы останетесь и останетесь ли вообще с чем-либо. Для этого потребуются также адвокаты, знающие, что такое корпоративные споры, раздел коммерческой недвижимости в том числе. Четвертая ситуация, можно характеризовать ее сленговым термином – отжим бизнеса. Это проявляется в неожиданном и методичном давлении на предприятия со стороны правоохранительного блока. То есть, частые проверки со стороны правоохранительных, фискальных органов, оперативные проверки, прокурорские проверки, со стороны налоговые и так далее. При этом всем удивительна их осведомленность по поводу ваших бизнес-схем, планов, может быть, даже сомнительных каких-то сделок конфиденциальных, закрытых, секретных. Это, как правило, заказные уголовные дела, они сопровождаются избранием меры пресечения в отношении учредителей, директоров, вплоть до заключения под стражу. Так вот, если вы обнаружили такие или подобные ситуации, ну, когда, получается, все как работали, так и работают, а именно началась травля вас, то нужно принимать тоже экстренные меры. Но для решения таких ситуаций вам тоже нужны именно профильные адвокаты. Это адвокаты корпоративные, работающие с учредительными документами, адвокаты, знающие судебную практику по разделу имущества, адвокаты в области ценных бумаг, акций, сделок с долями, акциями, адвокаты уголовные, чтобы выявить преступление противной стороны по подделке документов. Она всегда присутствует. Составляются договора, протоколы задними числами с поддельными подписями, подменяются отдельные листы этих документов, ну, представляются фальсифицированные документы в суд. Всех этих адвокатов вам собрать невозможно в своем кабинете. Для этого специально создаются бизнес-адвокатуры. Бизнес-адвокатура – это комплексный подход, когда предприниматель получает в одном адвокатском образовании ответы абсолютно на все интересующие его вопросы. Разумеется, большинство юридических фирм не могут оказать такой комплексный, профессиональный, грамотный подход. Ваш знакомый юрист в количестве одного человека с этой задачей, как правило, не справляется. Не может один человек качественно обслужить предприятие в такой критической ситуации. Это ваше заблуждение. Это как врач по всем вопросам. И стоматолога, и кулист, и хирург, и терапевт, и педиатр. Он же становится патологоанатомом для вашего бизнеса. Зачастую вас обслуживают решалы. То есть слабый юрист, но со связями в арбитраже, в налоговой инспекции, в таможне, где-нибудь еще, но только связями не ограничишься. Бизнес нужно отстраивать, защищать грамотно. Бумажка к бумажке, договор к договору. Решала может быть и нужен, но он не заменит профильных адвокатов. У большинства коммерсантов нет вообще юристов на предприятиях и адвокатов для экстренных случаев. У нас бизнес-адвокатур в Приморском крае очень мало, но они есть. Одно из них это адвокатское бюро «Правовая гарантия». Оно отвечает повышенным требованиям и стандартам. Девиз адвокатского бюро «Правовая гарантия» – это командная работа для комплексной защиты. У нас каждый адвокат – это профильный специалист со стажем работы в среднем 20 лет по своему направлению. Итак, для успешного функционирования вашего бизнеса требуется, на мой взгляд, создать надежный треугольник. Щит из трех крепких граней. Это служба безопасности на предприятии, это юридический отдел предприятия, само собой, и адвокатура, бизнес-адвокатура. Успехов вам в бизнесе! Всего вам доброго! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!